всем привет сегодня будем собирать с вами пробник мы уже собирали просто на светодиодах для автоэлектрика будем собирать еще один довольно универсальный для этого нам понадобится лампочка накаливания в принципе подойдет любая я взял такой продолговатой формы 12 вольт 5 ватт зуммер 12 вольтовый то есть подаешь 12 вольт соответствующей полярности он пищит два светодиода зеленый красный диод обычный любой можно кремниевый какой хотите и резистор на полтора килоома для начала нам нужно встречно параллельно включить диоды то есть у каждого диода есть анод катод то есть нам надо катод одного диода подключить каноду к другого другого диода и запараллелить то есть вот так вот примерно будет выглядеть так скрутили параллельно пролуживаем пролудили теперь к любой из ног вот сюда хоть сюда любой из пар припаиваем резистор теперь что у нас должно получиться сейчас я выставлю примерно 12 вольт будет даже 12 с половиной будет смотрите в одной полярности горит красный светодиод другой полярности горит зеленый светодиод вот этой цели мы и достигали ну что ж светодиодами уже понятно далее переходим к зумеру нам надо на плюс ножки зумера припаять катод диода то есть где полосочка это у нас катод будет припаиваем это у нас будет звуковая индикация вот что должно получиться то есть при правильной полярности слышим звук при неправильной полярности ничего не слышим это нам и нужно ну и конечно же лампочка к лампочке тоже сейчас припаиваем выводы и начинаем сборку нашего индикатора пробника тестера кому как удобно называйте по-разному все зависит от сферы применения смотрите ребят вот такой тестер получился индикатор можно конечно исключить зеленый светодиод принципе красным можно исключить потому что у нас получается что при неправильной полярности звука не будет зато будет гореть лампа накаливания при правильной он пищит ну для удобства может у кого-то со слухом не очень бывает на заведенной машине надо представьте машина работает двигателя же не у всех тихо работает кого-то там тарахтит и можно зумер не услышать да всякие шумы могут быть но не суть я вот поставил 14 3 это примерное напряжение как на машине заведенной мерим то есть минус на минус плюс на плюс лампа накаливания загорает светодиод и сигнал и что происходит неправильной полярности у нас просто загорается лампа накаливания и красный светодиод для чего лампа накаливания нужно потому что светодиод он может давать ложную информацию если в контакт плохой окисление или перегрев там есть бывает так что светодиод работает ему хватает тока который через окислы проходит а вот лампочку уже подключаешь все она уже не светит или едва светит то есть сразу говорит о плохом контакте то есть лампочка тут очень даже кстати необходимо почему изоленты черный замотал потому что у меня сейчас не в корпусе тогда в корпус отдельно все укладывать и чтобы вам визуально было хорошо видно что светодиоды работают так что вот смотрите детали лампочка 1 диод 2 резистор 3 4 светодиод 5 светодиод 6 6 деталей всего 6 деталей ну и вот такой тестер очень удобно корпус какой вам удобно такой можете придумать монтаж произвольный то есть как удобно как все организуйте так и будет у вас выглядеть кстати действительно этот пробник не раз мне помогал когда я занимался автоэлектрикой на самом деле очень полезная штука был у меня толстом маркере корпусе маркера большого вот такого и когда уже постепенно перестал этим заниматься пораздавал знакомым друзьям кто возился с машинами сейчас вот решил поделиться схемкой ну схемка конечно я на авторство не претендую не я автор свое время тоже в журналах находил в интернете находил эти схемы и потихонечку пробовал собирал на этом все кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забудьте нажать кнопку колокольчик чтобы не пропустить свежие ролики и конечно же всем успехов скоро увидимся